Здравствуйте дорогие друзья! Я приветствую вас в студии спортбокс.ру, где мы как всегда с нашим постоянным экспертом Александром Бубновым обсуждаем все самое интересное в российском и мировом футболе. А сейчас на Евро-2016, как вы уже все прекрасно знаете. Сегодня у нас по плану обзор прошедших полуфинальных матчей. Я надеюсь, никого они не разочаровали, хотя кого-то, конечно, разочаровали, я уверена. И поговорим, конечно, о финале, посмотрим, что нас ждет, какие будут сюрпризы, возможно. Александр Викторович, добрый день! Добрый день! Сегодня, опять же, мы посмотрим и хайлайты, все как мы любим. И давайте посмотрим на футболку Александра Викторовича Бубнова, которую ему наш коллега Саша Боярский привез из Франции. А мне, Саша, что ты ничего не привез. Саша, где моя футболка? Красиво, да? По-моему, замечательно. Ну, это да. Здесь самая главная эмблема чемпионата Франции. Все остальное, это уже все зависит от фантазии художника. Ну, фантазия художника, по-моему, не подвела. И главное, что все в тему. Александр Викторович, как вам полуфиналы? Ты знаешь, Франция, Германия, полуфинал хорошие. Интересно, интересно. Особенно после Португалии. Как смотрелось на том дыхании? Да. А вот в Португалии Уэльс, здесь, конечно, Уэльс свой максимум не смог показать, к сожалению, из-за отсутствия Рэмси. То есть потеря Рэмси для них стала невосполнимой. Вот. И Уэльс очень сильно потерял в организации игры в атаке, в первую очередь. И практически одновременно с этим его шансы снизились для достижения положительного результата. Потому что одному Бейлу очень тяжело было, его закрыли. Больше того, средняя линия в целом у португальцев оказалась сильнее. Ну а на ней и Рональдо, это люди, которые могут за счет своего индивидуального мастерства решить... Что и произошло. Да, решить эпизод встречи, что в конечном счете и произошло. И даже несмотря на то, что... Видишь, у них тоже потери были. И опорного полузащитника, и Пепе, ведущего центрального защитника. Тем не менее, у них, видишь, ресурсов хватило для того, чтобы их заменить. И заменить безболезненно. И поэтому в этом смысле матч, конечно, был не того качества и не того накала, как матч Германия и Франция. Давайте начнем с хайлайтов Уэльс Португалии, раз уж мы заговорили об этой игре. Давайте посмотрим. Сейчас наш режиссер даст нам картинку. Посмотрим внимательно. Я думаю, что там будут не только голы. Послушаем, что скажет наш эксперт. Передаю ему слово. Пожалуйста, дайте нам картиночку. И вот у нас, наконец, пошла картинка. Давайте смотреть. Красивый какой план. Замечательная съемка. Пока не начались опасные моменты, даже я могу прокомментировать. Это немцы, да. Это не первый матч, это второй матч. Ну и что, все равно замечательная съемка. Очень красиво. В Марселе, да, стадион очень красиво. Они его реконструировали. Я не была, к сожалению, в Марселе, но вот из того, что я видела, мне он нравится больше всего, честно говоря. Да, вот это матч, это первый матч, первый полуфинал. Уэльс Португалия. Ну давайте посмотрим. В Лионе они, по-моему, играют. Красиво поет гимны. В Лионе, кстати, там тоже новый стадион. Здесь уже, да, вот здесь сразу на первых минутах португальцы, видишь, стали прессинговать у Уэльс. Что раньше за ними не наблюдалось. То есть стали активно очень играть здесь. Вот как раз Рэмси сидит. И стали с первых секунд оказывать такое серьезное давление. Вот. И очень большой, вот здесь один из редких выпадов, когда Бэйл сумел стоп, стоп, стоп. Назад чуть-чуть. Ну вот здесь он назад, вернее, а вот так, хорошо. Здесь, конечно, можно было и другое продолжение здесь, левую сторону отдавать. Но он решил, у него левая нога сильнейшая. Решил отсюда вобить, в принципе, позиция убойная. Но попал во вратаря. Это вот редкий момент, редкий момент, когда с Бэйлом не справились. Не справились, и он вышел на ударную позицию. Пускай дальше, Макс. В целом, португальцы выглядели сильнее по этой игре. Вот. Жалко, что Рэмзи не играл, потому что если по Рэмзи играл, то тогда, я думаю, игра более интересная была бы. И Уильс выглядел более агрессивным, в первую очередь, в атаке. А так без Рэмзи. Вот. Вот. Португальцы от начала до конца контролировали ход игры. Ну и, друзья, пользуясь случаем, я представлю вам нашего нового режиссера Максима. Прошу его сейчас дать нам сразу хайлайт второго матча. Пока наш эксперт разберет то, что мы сейчас увидим на экране, я заодно и посмотрю ваши вопросы, которые, как я вам напоминаю, вы, конечно же, можете задавать. Где мы постараемся их задать по ходу эфира. Как по первому полуфиналу, так и по второму. Давайте начнем опять с хайлайтов. И затем поспрашиваем нашего эксперта обо всем. Голов. Вообще не так много голов забивали. И, кстати, обратите внимание, Тумас Миллер ни одного гола не забил. То есть он пропал, строился. А это нападающий. Плюс в этой игре, конечно, если французы в оптимальном составе играли, на данный момент после победы с исландцами, они этим составом начинали, стартовым, то немцы трех человек потеряли. Хумельса, Хегиру и Гомеса. А вот центр форварда, как раз вот, которые вот эти все фланговые требования. И традиционное исландское празднование у нас. Вы посмотрите. Вот ведь какую моду привезли во Францию исландцы. Мода, на самом деле, хорошая, но как-то непривычно видеть форварда Франции, исполняющие вот такие вот вещи. Звуковое оформление исландское. Вот так вот получилось. Для немцев обидно в том смысле, что они не слабее. И по игре выглядели не слабее, но нужно признать, конечно, что вот эти потери, которые у них были, они сказались. И такой слаженности, синхронности в атаке не было. А французы воспользовались этим. И прорывали традицию, при которой немцы в любом состоянии их обыгрывали. Вот историческую закономерность, которая висела до мокрового мячом над сборной Франции. Там уже очень много лет. Да. И это, конечно, сейчас должно им еще больше уверенности предать в финале с португальцами. Но я тебе должен сказать, что здесь есть несколько моментов, которые, в общем, в пользу португальцев. Давайте здесь мы интригу небольшую оставим. К этим моментам чуть попозже вернемся. Я вам напоминаю, есть несколько моментов в пользу португальцам. Ближе к концу эфира мы расскажем, что это за такие вот вещи, говорящие в пользу команды Криштиану Роналду. А пока просто накопились вопросы. Давайте я их задам по прошедшим полуфиналам. И сразу же вопрос у нас про лидеров. Самый первый. Давайте я с него и начну. Как вы оцениваете игру Криштиану и Гризману в полуфиналах? Смогли ли они стать теми лидерами своих сборных, которые бы предопределили результат в важнейших матчах? Ну, определяли ли эти фигуры результат? Да. Да. И Рональду, и Гризману, они начинали турнир, скажем так, раскачивались, не очень впечатляли. В начале турнира Гризмана даже в первой игре Дешан заменил. Ну, а потом они, что называется, вошли в ритм, поймали этот ритм и стали голы забивать. И сейчас находятся в своем таком хорошем, оптимальном состоянии. И Рональда по этому поводу сказал, говорит, лучше, говорит, плохо начать и хорошо закончить, чем наоборот. Команды, которые в общем-то сюрпризы преподнесли, да, они начали здорово, а потом их просто не хватило. И это было видно и по исландцам, это было видно и по Уильсу. Ну, вот. В какой-то степени по хорватам тоже. Ну, вот. Поэтому, да, эти два лидера сыграли сейчас решающую роль в том, что и та, и другая команда попала в финал. Вот здесь, кстати, еще припоминают ваши слова, говорят, мол, говорили вы, что у немцев проблемы в обороне, а кто-то вот не верил. Ну, не то, что не верил, смеялись, говорят, какие проблемы в обороне, если команда там не пропускает, там, из первого места выходит. Но вы не ставили на французов. Дело в том, что если бы, почему я об этом говорил, если бы проблем не было, то, во-первых, бы ротации не было, это раз. И, во-вторых, дело дошло до того, что в игре с итальянцами он там вообще в пять защитников играл, в трицентальных защитников, что никогда не было. И Лев. И Лев об этом потом и сам и говорил. Ну, а что в нападении проблемы, это мы вот увидели вот сейчас вот в игре с французами, это же ненормально, что Мюллер ни одного гола не забил. Ненормально, что он по ходу турнира уже Гьотца пытался использовать блуждающим поводом ложной девяткой, как сейчас говорят. Хотя Гьотца это не его позиция, он больше под нападающими играет. Ненормально, что Гомес тоже по ходу турнира только появился. А не сразу. То есть Лев, что но здесь что касается обороны там у Хомеса травма была из-за этого. Потом Буатенк вот в этой игре тоже Буатенк по ходу игры тоже выбыл. Вот я пожаловался с какими проблемами немцы столкнулись. Но все равно у них ресурс такой, что они даже имеют такие проблемы. Если бы любая другая сборная те же французы имели такие проблемы, то они бы значительно хуже сыграли. А у немцев потенциал и ресурс большой. Поэтому они выглядели достаточно уверенно. Но все равно это сказалось. И я как защитник и вообще в таких ситуациях бывал, я знаю, что такое потеря ведущих игроков. Поэтому я не случайно говорил, что вот эти проблемы они рано или поздно могут сказаться. А на конкретную если я например с португальцами ошибся в том смысле, что было ясно, что португальцы я 50 на 50 говорил из-за того, что португальцы ни одной игры не выиграли. Хотя мы в основном время имел ввиду. Хотя мы отмечали, что они значительно лучше в обороне стали играть, надежнее. И у них есть лидеры, которые могут забить, решить исход поединка. Но все-таки я колебался, потому что Уэльс очень уверенно бельгийцев обыграл. Кстати, я думаю, если бы бельгийцы с португальцами играли, то игра была бы интереснее. Потому что у бельгийцев значительно больше потенциала оттокующий, чем у Уэльса был на данный момент. Это было видно по матчу с Уэльсом. Хотя Уэльс это ядерно выиграл, но они там просто не использовали момента. Тем не менее, Уэльс хорошую игру провел. Я думал, что потери одного Рэмси, тем более у португальцев тоже потери были. В принципе, проведет более-менее равной игре. Однако нет. Португальцы от игры к игре прибавляли, чувствовали уверенность. Здесь очень уверенно Уэльс обыграли, а на Уэльс эта потеря очень сильно сказалась. А немцам немцев нет. Немцам я сразу говорил, что хотя силы примерно равны тоже, но я больше склоняюсь в сторону французов, потому что вот эти такие потери большие они безболезненно не проходят. Плюс знаешь как, ну вслух я это не говорил, но я это имел ввиду, когда с исландцами играли тоже. Знаешь, некоторые специалисты даже на исландцев ставили в игре с французами. Ясно, что французы сильнее было. Но у меня такая мысль закладывалась, что хозяевам в таких ситуациях при прочих равных условиях судьи все-таки помогают. На худой конец там судья поможет. Здесь видишь, как сказать, чтобы он там сто процентов помог нельзя, но сейчас вот особенно, когда смотришь повтор, видно, что повод формально был для пенальти. Такой вопрос. Можно ли сказать, что Португалия попала в финал благодаря стечению обстоятельств, но здесь перечисляются провалы других команд и опять же ссылаются на вот эту самую реформу, которая привела к тому, что гораздо больше стал команд на чемпионате Европы, ну и соответственно, это уже не элитный турнир. Можно, да. Конечно, если бы португальцы попали по сетке на итальянцев, на немцев, да даже на тех же испанцев, если бы они попали в плей-офф, то я думаю, они бы не прошли. Ну, с пенальти спорный мы уже обсудили, здесь вопрос нам по нему задают. Признаете ли вы, что сильно заблуждались в возможностях сборной Уэльса, тем более не имеющей ни опыта, ни скамейки? Я уже на этот вопрос отвечал по-моему на радио Спорт.Ф. Дело в том, что когда я говорил, что Уэльс выглядел как команда ну, не высокого уровня, да, я исходил из чего? Я исходил из контрольной игры, я из контрольной игры вырвался со шведами, когда ты ноль. Выграли шведы, а могли и крупнее выиграть. И вот эту мою фразу из контекста вырвали, вот, но при этом почему-то никто не упоминал и не говорил, что я сказал, что, во-первых, без Бейла начинали игру, а когда он в конце вышел, появились моменты. Алан тоже, по-моему, не играл в той игре, там только Рэмси играл. И плюс, я еще сказал, неизвестно, что будет к 20-му числу, когда они с нами будут играть. Вот это, по-моему, все забывают. А так, вот, приводят слова, что я там сказал, что они, но они действительно со шведами выиграли, как будто команды разных уровней были. А потом, когда они уже по первой игре со словаками, вот, и по игре с англичанами, хотя они ее проиграли, это видно, что команда по сравнению с той контрольной игрой, кстати, по-моему, я всего одну контрольную игру-то и видел, они позже стали играть. И я сравнивал, как наши играли контрольные игры, наши же тоже плохо играли контрольные игры. Вот, и я пришел к такому выводу, что если вот так вот Уильс будет... А как еще оценивать их возможности? Нам же нужны какие-то аргументы, кратерии, по которым мы будем оценивать. Что если Уильс так будет играть, то, в принципе, мы должны выходить там, пускай с третьего места. А Уильс потом прибавил, а мы не прибавили. Мы как играли плохо, потом мы с Уильсом вообще играли безобразно. Поэтому и получился такой результат. Поэтому здесь не заблуждение, здесь Уильс своей игрой дал повод говорить вот так. Ну а потом-то мы свое мнение изменили. хотя надо сказать, в принципе, в принципе, Уильс очень здорово выступил, и несмотря на то, что они проиграли сейчас португальцам, да, однозначно это сенсация турнира, что они впервые вышли и так далеко прошли, и они заслуживают только самых высоких оценок своей игры, да. Но если брать общую сейчас классификацию, то, что мы с тобой классифицировали, то как раз из той классификации, о которой мы говорили, те, которые перед началом турнира в аутсайдерах были, и темные лошадки, то как раз Уильс, Уильс, те же Венгры, уже та же Северная Ирландия, они из категории аутсайдеров пришли в категорию средних команд, правильно? А сюда в категорию аутсайдеров спустилась Украина, спустилась Россия, вот, те команды, которые, в общем-то, не попали в плей-офф, хотя я еще раз говорю, если наших с Украиной сравнивать, то Украина лучше выглядела, чем мы. Что случилось с немцами? Вопрос касательно уверенности этой команды. Куда подевалась их уверенность, которая плескала через край в матче против Италии и в остальных встречах? Ну, во-первых, она через край не плескала, вот, потому что у итальянцев в конце концов они не выиграли, правильно? Они с итальянцами в мячу сыграли, они выиграли только по пенальти, причем, когда пенальти пробивали, там было видно, как их танцовывают, да, столько раз промахнулись. но уверенность, уверенность у них была, когда у них в строю были вот эти Гомес, Хумес и Хедира. Вот, а когда их уже не стало, вот, эта уверенность у них не пропала, она как была, так у них и осталась, но просто потеря таких игроков ключевых, на ключевых позициях, да, она привела не к потере уверенности, она привела к снижению качества игры буквально во всех линиях, вот, и это несмотря на то, что с французами, с французами они больше владели мячом, это лично разграет о их потенциале, я еще раз повторяю, о их возможности, но когда ты теряешь лидер, которые определяют ход поединка, вот сейчас вот убери у португальцев или у тех же французов, Гризмана, убери, и там уже совсем другая игра была, у португальцев это сто процентов, вот, если там еще, знаешь, как, может быть, может быть, там еще как-то подделывается французы, там все-таки команды есть, там еще есть, народ как-то не пересуяется, и то неизвестно, как это будет выглядеть, да, вот, но, когда у Гризмана игра там не шла в первом матче с руменами, мы увидели, к чему это все привело, вот, это, это мы об одних игроках только говорим, а у немцев сразу три, а потом еще Боатенко, я вообще считаю, Боатенко один из лучших, был, один из лучших был, он у них там, на нем все держалось в отсутствии Хумельса, да, даже не смотря на то, что там пинаки по нему дали, все, но он играл здорово, он Боатенко прибавил очень сильно, вот, и еще, во втором тайме еще Боатенко, не хочешь четыре человека, полкоманды почти потеряли, и играй, скажи, кто-нибудь так поиграет, еще у нас есть два тренерских вопроса, если не возражаете, я объединю их в один, я думаю, что перейдем уже к финалу и ожиданиям от предстоящего финала, во-первых, интересуются, какие тактические просчеты допустил Йохим Лев, и спрашивают тут же, согласны ли вы, что успех Португалии, это, в общем-то, целиком заслуга Фернандо Сантуша, тренера, да, согласен, согласен, португалицы, их группе, который сделал ставку на оборону, продолжая вопрос, он не ставку на оборону сделал, он понял, что если без надежной игры в обороне давно уже известно, невозможно добиться результата, а Португалия давно уже не может результата достичь, который бы соответствовал уровню его игроков, и поэтому он тактически правильно сыграл, пересуял, и ментальность правильно выстроил игроков, как раз на выполнение вот этих всех оборонительных функций, те, кто не смогли, они просто в состав не попали, уже по ходу турнира, он их убрал, которые не соответствовали, поэтому да, согласен полностью, что заслуга тренера в такой игре португальцев, и такой результат решающая, до этого предыдущим тренерам этого не удавалось добиться, вот такого баланса, что касается просчетов Лёва, то я думаю, вот на эту игру он Джана подставил, но я думаю, он ошибся, он ошибся, потом он и замену произвел, он его убрал, вот, я думаю, надо было, для того, чтобы больше статы в атаке было, можно было, мне кажется, Герца выпускать, Герца выпускать, вот, потому что Азил все-таки больше на флангах играл, и там как раз не хватало вот такого игрока, диспетчера, именно вот, в середине, под Мюллером, под Мюллером, который бы, его бы смог снабжать мячами, и сам бы мог бы забить, он его потом выпустил в Герца, но это уже было поздно. Ну что, давайте перейдем к финалу, вот, наконец, будет самое главное событие, наверное, лето, то, чего мы так долго ждали. Ну что ж, Александр Викторович, что за козыри у португальцев вы нашли? У португальцев один козырь такой, что у них на день больше было подготовки к матчу, на день больше на восстановление. Не случайно дышал, сказал, что сейчас самое главное восстановиться. Восстановиться, потому что они на день позже играли. Игра с немцами была тяжелая, но вот, она много эмоциональных сил забрала, и физических. Потом, как ни крути, как ни крути, португальцы слабее, немцев в целом, да, вот, и как бы вот здесь команда не расслабилась, знаешь, как бы там расслабляться, финал, домашний. немцев прошли, а португальцев тем более пройдем. это такой момент серьезный, я тебе говорю. Вот, это раз. И, ну, это, это уже раз со стороны французов, а со стороны португальцев, вот, они имеют вот этот козырь, то есть, они могут быть свежее, да, и второй их козырь, это то, что они, в общем-то, выйдя в финал, уже тоже добились, вот, за последнее время это тоже выдающийся результат, это тоже уже успех, уже по-любому они могут ехать героями домой, вот, их, во всяком случае, встретят на ура, да, и вот это может придать им их раскрепостить, их может раскрепостить. То есть, моральный аспект может сильно тратить? на таком уровне, на таком уровне, да, это имеет большое значение, вот, и, по большому счету, знаешь как, может быть, проигрыш в финале, вот, может разочаровать только Пипетом, и, если он будет играть и Рональду, потому же, они, знаешь как, они там, Лигу чемпионов выигрывали, чемпионат Испании, и для них, вот, важно, что-то в сборной выиграть, да, а для других игроков, вот, в общем-то, это, по сомнению с теми результатами, которые были, это неплохой результат, ну, естественно, если выиграть, это вообще супер будет, но, если не выиграть, не получилось, не получилось, я думаю, они уж очень сильно не расстроятся, только вот эти двое могут быть, потому что для них престижно именно чемпионами Европы стать, в первую очередь, потому что у них на клубном уровне титул, они уже все выиграли, и вот, вот это все может, все это может сказаться, сказаться, и здесь, если французы где-то недооценят, где-то расслабятся, противник очень неудобный, очень неудобный, вот, и, знаешь, как, ты правильно сказала, что Рональдо, Рональдо может сам в любой момент, да и на ней, тот же, на ней, вот, кстати, очень раскрылся, он же здесь нападающего играет, вот, причем выдвиг нападающего, а раньше-то он хатбека играл в клубах все время, вот, и они сейчас в паре с Рональдо здорово дополняют друг друга, вот, и поэтому впереди вот их двух закрытий, это не так просто будет, чтобы их двух закрыть, там нужно всю среднюю линию от них отрезать, вот, а у них очень хорошее, там не обращают внимания, да, сейчас на этом пока особо не говорят, но Санчесу вот этот молодой, да, потом там 20 номер у них, Маутини, Маутини уже подвинули, представляешь, там такое пошло поколение хорошее очень, которое себя очень здорово проявилось, вот, проявило, из-за этого команда так преобразилась, в первую очередь в средней линии, вот, единственное, только в обороне, знаешь как, если Пипе как раз не будет играть, и Пипе не будет играть, то да, там могут возникнуть проблемы, да, если он и будет играть, могут, все-таки оборона у них, собственно, защитники не самая сильная линия, да, вот, но все равно опытный, там, Пипе Алвиш, фонды, фонды сказал, сейчас вот, говорят, говорят, все равно против кого играют, французы, там, немцы, то есть они особо не боятся, вот, поэтому, а французов, над французом будет пресс большой висеть, и болельщиков, и пресса сейчас, сейчас уже все, они уже чемпионы, понимаешь, это очень тяжело, когда тебя уже считают, что ты чемпион, и никаких разговоров не может быть, но ты еще не стал чемпионом, надо еще стать, вот, и здесь, я тебе говорю, для Дешамо, я думаю, для французов это самый сложный матч будет, поэтому, знаешь, как, в этом смысле и так может получиться, что вот все-таки Рональдо, это мега-звезда, видишь, он вот такой пару угловых таких, да, возьмет, завалит, как это в свое время было, они, Бавария поехала, по-моему, в ничью, в ничью сыграла, вот, я уже не помню, или в ничью сыграли с Реалом, вот, или там проиграли, Вадим Мяш, но я не помню, по-моему, даже в ничью, да, вот, а к себе дома приехали, приехали домой, ну, сейчас мы, типа, Реал пробьем, а там два стандарта, раз Рональдо головой, раз Рамос, и все, и до свидания, и пишите письма, и здесь то же самое может произойти, а я тебе говорил, французам, если им первым их забить, ты видел, когда с ирландцами забили, да, ирландцы первые, как французы, их трясло, и если бы там тренер не случайно, тогда, ирландский сказал, говорит, еще 5-7 минут, они паниковать стали, вот, то же самое было с этими, с румынами, вот, забей немцев, сейчас тоже, неизвестно, как все повернулось, поэтому не так все просто, будут, и кто сейчас думает, что французы легко португальцев возьмут, я думаю, нет, хотя я тоже считаю французов фаворитами, и Лев тоже после игры сказал, что французы сильнее португальцев, да, но еще не факт, далеко не факт, что они выиграют эту игру, вот, и уж точно, и уж точно, что легко им не будет. Вот такой вопрос есть, будет ли Португалия суперосторожно действовать против Франции, уповая только на контратаке двух, трех быстрых игроков в атаке, оставляя остальных на своей половине поля, и сможет ли в такой позиционной игре себя комфортно чувствовать Франция? Быстрее всего так и будет, так и будет, они будут искать, искать моменты в контратаках, вытаскивать их, вот, стандарты, стандарты, вот, я думаю, основной дополнительный, потому что французы, французы, если пойдут вперед, они могут там завязывать, потому что португальцы достаточно техничные, вот, и вот эта команда обученная, обученная на неплохой прессинг, приученная, во всяком случае, то, что мы видели, и здесь еще знаешь, на что нужно обратить внимание? Нужно обратить внимание, что и французы, и португальцы, и их лидеры, и сами команды начинали, знаешь так, ни шапка, ни валка, а под конец, под конец, и те, и другие состав стабилизировали, и достаточно стабильно уже играли последние игры, поэтому они сейчас к финалу подойдут в своем оптимальном состоянии, игровом и функциональном. Но вот такую тактическую ловушку, такую тактическую ловушку, может португальский тренер заготовить, и тогда французам будет тяжело. Я думаю, тренер португальский понимает, что если с французами на встречных курсах играть, то они быстро очень переходят из обороны в атаке, это опасно будет. Быстрее всего, так они и будут играть. Хотя, знаешь как, временами, может быть, в первом троме, в каком, могут преподнестись вперед, взять под контроль мяч, и контролировать его, и оказывать давление такое, знаешь, но быстрее всего, быстрее всего, они будут осторожно играть именно так, как предполагают посетители. Еще один вопрос. Не кажется ли вам, что Гризман и Женяк слишком уж эгоистичны в завершении атак? Не сыграет ли это с ними злую шутку? Ну, Женяк, он мало играл. В основном, выходил, когда там уже было все решено. Может быть, может быть, Жеру имеют в виду вот этот момент, когда он Гризмана не отдал, вот, а пытался сам, когда они двое выходили. Ну, во всяком случае, такого, знаешь, эгоизма там стопроцентного, типа, что только я, там, момент есть, буду завивать, если кто-то в лучшей, в лучшей ситуации находится. Я не отдам, я, во всяком случае, такого не увидел. вот, я видел, я видел момент у Рональда, когда он мог продолжение такое, знаешь, я уже не помню, в каком матче, более голевой, а он сам пробивал, а потом извинялся, что типа, я видел. Ну, и Гризмана, по-моему, у нас было. Ну, чтобы это в систему какой-то, еще было, я не заметил. Ну, вот здесь еще намекают на то, что Франция тоже может получить некоторые бонусы от судейства в связи с тем, что это домашний чемпионат и финал. Да, не может быть, не может быть быстрее всего, знаешь, как. Ну, но с другой стороны будет англичанин судить, а этот судья такой, знаешь, настолько принципиальный и настолько ему, как говорится, все равно, кто играет, вот, там, хозяева, не хозяева, у него такая репутация, да, что как раз, может быть, его и на финал поставили там. Типа, до финала, может быть, и поможем, а там уже в финале, в финале будете... Уже сами. Да, в финале уже сами себе помогаете. Спрашивают, сможет ли Роналду сыграть свою лучшую игру в финале и намекают здесь на его соперничество с Месси, который проиграл Кубок Америки? Ну, я думаю, я думаю, Рональда в состоянии, потому что он, как показывает статистика и практика, в общем-то, вот в этих решающих играх, он себя достаточно хорошо проявляет. С другой стороны, если выиграет чемпионат Европы, да, сборная Португалии, то это точно, я думаю, ему отдадут. Но и даже сейчас, даже сейчас, предположим, и не выиграет, но Рональда себя ярко проявит, да, хотя он и так себя уже проявил на этом чемпионате. Лучше говоря, у него шансы очень хорошие. Еще у нас есть вопросы с категорией ретро. Не напоминает ли вам Португалия на этом чемпионате сборную Италии на чемпионате Мир 82-го года такие же бесцветные матчи и преображение в плей-офф и лидер Рональду и Росси в Италии 82-го. Напоминает, напоминает с той лишь разницей, что по той сборной Италии потом ходили разговоры, что им там подвезли допинг и допинг им это помог выглядеть так функционально, потому что они функционально мертво выглядели. Но там надо сказать у них очень много звезд у итальянцев было во всех линиях, которые себя в плей-офф ярко проявили. но по сюжету напоминает. Единственное, только если память не изменяет, то итальянцы в плей-офф все игры выигрывали. Они все игры выигрывали, они по пенальти. Ничего не могу сказать насчет 82-го года. Если мне память не изменяет, они по пенальти по-моему все выигрывали. Я не помню, что они пенальти с немцами в финале били с игры, но не забили. Но тем не менее все равно 3-1 выиграли. А так, по-моему, они все выигрывали. Сможет ли Поль Пагба преподнести сюрприз в финале и какие чувства будут у Бензема, если французы победят опять же в финале? Какие чувства будут у Бензема? Он со сборной ничего не выигрывал, а здесь сборная без него выиграет и плюс на носу чемпионат мира. Конечно, это... Да и даже сейчас, потому что они в финал вышли, это уже не в пользу Бензема. А вальбуйна вообще обидно, потому что вальбуйна на чемпионате мира в Бразилии один из лучших был. И вот вляпаться в такую историю и не попасть... Он, кстати, рвался туда в сборную, поэтому он и здесь, и когда и в Динамо был, кухте рвал, чтобы в хорошем состоянии быть, чтобы попасть в сборную, потому что я и говорил, что французы потенциальные фавориты могут выиграть чемпионат Европы. И, конечно, вальбуйне в его футбольной биографии титул бы не помешал, представляешь, тем более уже в конце футбольной карьеры. А вот так вот случилось. Конечно, здесь ничего хорошего. там еще какой вопрос. Сможет ли сюрприз от Боля Погба мы увидим? Погба, да. Видишь, как у него потенциал большой, и он сейчас его вот в последних играх, как раз, когда его на месте опорного полузащитника перевели, видишь, он на этой позиции стал себя как ярко проявлять. Но он себя уже и так проявил и в клубе, и здесь тоже подтвердил. Подтвердил, а сейчас еще, если, конечно, титул выиграет 120 миллионов уже за ним Манчестер и Юнайтед готов в голову. Друзья, под конец эфира что-то вы разошлись, вопросов стало больше, но, тем не менее, пора нам заканчивать, и прежде чем мы это сделаем, я очень короткий вопрос задам нашему эксперту. На кого поставить и какой будет счет по вашему? Ну, я на французов буду ставить. Основное время дополнительное, пенальти. Ну, если французы в первом тайме забьют, может быть, побольше быть. А так, я особо не жду, что много голов будет, хотя ситуация может по-разному развиваться, но в любом случае, в любом случае ставлю на французов, но допускаю, допускаю, что португальцы могут португальцы смогут поднести. Это уже не сюрприз будет, это уже будет, знаешь, как если португальцы чемпионами Европы станут, это будет лишь раз говорить о их классе и потенциале, которых у них есть. Потому что, знаешь, как, я говорил, если помнишь, мы с тобой вот эти классификации когда проводили, да, я португалью все-таки занес фаворит. Занес, хотя такой, знаешь, фаворит, я не помню, сказал я этого или нет, я сказал, ну, это фаворит, который ничего не выиграет, типа, знаешь, теневой такой фаворит, да, сейчас свишем. Говорит, который еще что-то и выиграет. У которого, да, очень приличные шансы что-то выиграть. Но это, знаешь, с чем еще связано? Это связано с тем, что по ходу игры, вот, тенет португальский, да, он нам показал тот потенциал, который у них есть. Показал, и он доверил этому поколению игроков, вот этому, новой генерации, вот, а у них еще, у них еще есть народ, им доверяет и самое главное ментальность им правильную футбольную прививает. А это говорит уже, знаешь, о чем? Это говорит о том, что если у нас после этого чемпионата и сборной нет, то у португальцев есть. А главное, ментальности у нас нет. Да, и еще, и еще, и еще такие лидеры, как Пипетом и Рональду, да, вот тебе, пожалуйста, потенциал и ресурс, я там уже о немцах не говорю, о испанцах, там, итальянцах, о тех же французах, да, не говорю. А ты видел, они уже водят в состав чемпионов мира, которые до 23 лет выигрывали чемпионат, чемпионат мира французы. Их уже водят, они уже играют, а мы нет. Вот этот как раз вот этот чемпионат уже и покажет, я тебе говорю. Он показал, а еще, если португальцы выиграют, вот, еще раз подтвердит, какой у португальцев потенциал накануне чемпионата мира. Друзья, вот такой прогноз на финал чемпионата Европы. Обязательно будет и разбор тоже. Я думаю, что многие ответы на вопросы мы к тому времени получим, а на те, на которые не получим, ответим в этой студии. Может быть, коснемся и какой-нибудь другой темы, многострадальной, вроде сборной России, потому что, конечно, вопросы по ней я еще вижу. Но давайте сейчас пока сфокусируемся на предстоящем главном событии. Спасибо большое нашему постоянному эксперту Александру Бубнову. Спасибо вам, как всегда, за участие в нашей видеоконференции. До встречи после финала. Я Наталья Соломатина. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok